Разработать адекватные меры поддержки российской экономики, чтобы она вышла на устойчивый рост при любой динамике цен на нефть. Такую задачу поставил Дмитрий Медведев на совещании по финансово-экономическим вопросам. При этом премьер признал, сокращать расходы придется, но делать это будут не механически. Просто о пропорциональном сокращении статей бюджета речь не идет. Важно провести оптимизацию расходов таким образом, чтобы это не повредило тем позитивным изменениям, которые наметились в нашей экономике, в целом ряде отраслей. Даже в нынешней ситуации можно и нужно в каждой отрасли найти адекватный набор мер, которые позволят поддержать эти новые точки роста и постепенно выйти на устойчивое развитие всей экономики. Понятно, что делать это нужно при любой динамике сырьевых цен. Иначе к теме сокращения бюджета мы с вами будем возвращаться постоянно. Предложение по снижению бюджетных трат и повышению доходов уже подготовил Минфин. Недостающие средства планируется выручить в том числе за счет ускорения приватизации и повышения эффективности компаний, которые контролируют государство. На совещании обсудили новую единую систему сбора налогов. Ее сейчас выстраивает тоже Министерство финансов. В его ведение переходит Федеральная таможенная служба и Росалкогольрегулирование. Принимаемые меры, заявил премьер, должны помочь искоренить непрозрачные схемы, которые используются, чтобы не платить налоги.